Ветер И теперь у меня один лишь только путь Разбежавшись, прыгну со скалы Вот я был, и вот меня не стало И когда об этом вдруг узнаешь ты Тогда поймешь, кого ты потеряла Привет всем! Это программа Неформат, программа на радиотелевидении Комсомольская правда Программа об электрогитарной и громкобарабанной музыке, как я это часто всегда говорю в начале программы Наш сегодняшний гость Андрей Князев Человек, который многим, сотням, тысячам поклонников рок-музыки знаком, конечно же, в первую очередь по группе Король и Шот Андрей, два года назад у вас появился собственный уже коллектив, который называется Собственная Князь Два альбома выпущены, расскажите, пожалуйста, вот как живет этот коллектив, что делает? Мы сейчас занимаемся тем, что всячески обогащаем свою команду различными вещами То есть, начиная от самого саунда, над которым мы постоянно работаем, улучшаем, так сказать, по мере возможности И закупая какие-то инструменты, так сказать, свой звук вырабатывая Ну и, в общем-то, соответственно, творческими моментами, такими как Сейчас вот непосредственно приступаем к работе над третьим альбомом группы И очень гордимся этим фактором, потому что, в принципе, у нас третий альбом выходит как раз на... Еще даже третий год не наступил, то есть два с половиной года у нас уже третий альбом идет Вот, и, собственно говоря, сейчас работаем над... точнее, сняли клип Ну, подробности разглашать пока не буду, пусть это будет сюрпризом, загадкой для наших слушателей Скажите, пожалуйста, вот в интернете наткнулся на трек для меня безвестной группы, где вы участвуете, насколько помню, песня об Фредди Крюгере Да, это молодая московская команда Vegas Busters Собственно говоря, я заценил идею писать тексты на известные фильмы ужасов В данном случае поддержал эту группу в композиции про Фредди Крюгера и специально для этой песни написал монолог от лица Фредди, который, в общем-то, на записи и засчитал Они записывались на той же студии, что и пишемся мы в Питере Для вас, то есть, не проблема поучаствовать в проекте с какой-то молодой начинающей группой, неизвестно... Если я скажу, что это не проблема, соответственно, мне посыпется такого рода предложение Поэтому я скажу, что я полностью погружен, в общем-то, в нашу работу, в работу нашей группы И иногда поддерживаю, ну, скажем, те команды, прежде всего, знаете, одно из самых главных значений я не буду, ну, естественно, не стал бы поддерживать, скажем так, просто потому что попросили что-то в этом духе, да? Я, конечно же, ориентируюсь исключительно по своему вкусу Скажите, ну, вы сами понимаете, что избежать темы Короля и Шута, ну, невозможно в разговоре с вами Ну, а что избегать? Вопрос такой, вот я достаточно, ну, так время от времени захожу на ваш сайт И была история, когда даже концерт в Минске пришлось переносить из-за того, что где-то рядом в каких-то датах туда приезжал Король и Шут Вот насколько сейчас эта проблема разделения аудиторий? Договариваться, чтобы таких не было стычек, да, потому что любая группа, рок-группа, которая играет, скажем так, динамичную драйвовую музыку Она некоторое количество слушателей пересекается, то есть у каждой группы есть свой определенный постоянный круг людей, которые всегда будут ходить на эту группу и все И никогда ни на что не применяют И есть люди, которые зайдут и сюда, и сюда, да, поэтому, в общем-то, такие концерты близко ставить не рекомендуется А вот сама публика чего говорит? Вы не следите за реакцией в интернете? Просто когда, например, из какой-то известной группы кто-то уходит, часть фанатов где-то оттягивается Начинает говорить, что вот, а вот без этого человека совсем не то Или наоборот говорят, что вот все здорово зазвучало Вы за этой реакцией как-то следите? Вы знаете, ну, говорить-то люди будут говорить всегда чего-то Они и говорили, и будут говорить, и говорят Я одно время отслеживал, потому что мне была важна эта тенденция Ну, то есть, скажем так, реакция действительно аудитории Потому что там же неизвестно, как они повернут То есть, а могут быть, понимаешь, что реально у тебя, например, благие намерения Они тебя раз перевернут и скажут, что ты вообще там не весь кто Вот, надо было это как-то момент отслеживать, как-то урегулировать Вот, а в общем-то я сейчас стараюсь туда не лезть Потому что, знаете, я еще даже по многим известным людям наблюдаю, что их переклинивает Когда их начинают что-то спрашивать, у них больная тема этот интернет Потому что люди по своей, ну, природе реагируют не на то, что, где их хвалят, оценивают по достоинству А там, где их, это самое, критикуют То есть, грубо говоря, может 10 человек похвалить тебя А один человек по тебе пройдется, и все, и ты застрял То есть, нет, ну, на этом можно... Критика-то, она тоже должна быть положительной Да, если мне, например, скажут, что, Андрей Сергеевич, вот вы на концерте, там, скажем В одной из песен, там, систематически, там, не дотягиваете какую-то ноту Поработали бы вы над этим, да Песня мне нравится, а вот не дотягиваете Вот, это объективная критика, понимаете Не изменит лик, а да благодать Да, что стремился мне ангел дать Прокляты навеки Не смыкая веки Создан волю, создан волю Павших исполнять Но снова вопреки сущности своей С каждым мгновением все сильней Убиваюсь светом Тем, что под запретом Жду расправы Счастлив праву Кивнуть вместе с ней Я нарушил все Правила игры Как смертный я начал видеть сны Вверхнуть нас в неволю Аду не позволю Я воскресну Скиньте Без ног Суху Сатаны В ночь уходим Мы А как при этом расставании с группой делили песни Я почему спрашиваю Буквально несколько недель назад такая громкая новость Артур Беркут, который играл в Арии Он на концертах исполнял какие-то песни Арии Он тоже пару лет назад ушел из этой группы И тут ему всучили иск Сколько-то там сотни тысяч За то, что он позволил себе где-то что-то исполнять Вот вы как в вашем случае договаривались с авторскими правами Это сейчас очень важно для России, наверное Вот авторские права Все это работать начинает наконец-то Ну у нас, собственно говоря, там особо и договариваться-то не пришлось Потому что все наши авторские права Они прописаны в российском авторском обществе Непосредственно в котором мы являемся его членами Авторы у нас Князев и Горшенев всю дорогу были Поэтому, собственно говоря, я в репертуар группы Князь Включил все композиции, которые написаны мною Я понимаю, некоторые, вот как раз если к интернету возвращаться Некоторые начали сразу кидаться, что Эти песни принадлежат Королю Шут А не группе Князь Какого черта он их забирает и поет там Нет, не соглашусь Я их написал Я вот, например, сейчас возьму, например, «Жальнет ружья» спою Что, не моя теперь песня, что ли, если я ее написал Или «Со скалы», да, не моя Она моя Вот, и это самое Королю Шут исполняет песни, которые написаны В соавторстве по музыке Музыка Горшенев, стихи Князев То есть и вот в этом репертуаре Ну, там несколько песен написал Горшенев Собственно говоря, в таком ключе Вы знаете, для меня, вот, я думаю, для многих Король и Шут начался с акустического альбома Да, вот в начале 90-х там были какие-то альбомы Но все-таки, мне кажется, это была локальная питерская слава Вот Король и Шут для всей страны открылся именно с акустического альбома Правда ли то, что пишут в интернете, что многие музыканты Короля и Шута Вот этот материал воспринимали в штыки Музыканты? Да, что вот мы же панки, мы же должны как-то там что-то месить А тут какие-то баллады проскальзывают Была маленькая, так сказать, маленькие терочки по этому поводу Там, на самом деле, сюжет этого акустического альбома разворачивался очень хитро Скажем так, есть закренелые поклонники Именно классическим Королем и Шутом является то, что группа показала на первых своих двух альбомах Акустический альбом, он как бы был выпадающий Поэтому он не получил название «Любовь негодяя», а получил название акустического альбома Потому что он как бы выпадал и хотелось этот фактор замаскировать Чтобы люди не подумали, что Король и Шут можно анализировать по акустическому альбому И те, кто ярые поклонники, так сказать, классического Короля и Шута Они к акустическому альбому отнеслись двойственно А кто-то даже сказал, что все, опопсевают Но это тот период, 2000-й год Но получилась странная ситуация, неожиданная для многих из нас Этот альбом стал притягивать и более широкий спектр аудитории То есть Король и Шут неожиданно стали слушать те, кто до этого и даже не обращал внимания на такую музыку Ну, скажем так, Горшок оправдывал эту ситуацию тем, что они послушают акустический альбом А потом послушают уже культовый Король и Шут Но, собственно говоря, я прекрасно понимал, что такая музыка будет привлекать людей Терочки, ну как были терки, да? Все-таки акустически немножко сдвинул направление, изначальное направление Короля и Шута Поэтому, конечно же, через какое-то время данный репертуар стал некоторых людей в кишени устраивать Но, тем не менее, все прекрасно понимали, что не сыграешь ты, например, со скалы Не сыграешь ты куглу-полдуна, ну и все такое То есть люди придут на концерты и скажут, а почему, а где? Вот, потом, ну, никогда не увидели свет такие композиции, как «Девушка-играф», «Наблюдатель» Потому что надо было женский вокал обязательно без женского вокала их не исполнить И никогда мы этим делом не заморачивались Но ввиду того, что этот акустический альбом, несмотря на свой тогдашний успех, полностью себя не показал Ну, скажем так, по максимуму, да? Поэтому я сейчас его немножко, так сказать, реанимирую Ну, я опускаю шуточные песни, там, про сосиски всякие, да? Про голые коки Про голые коки Я не хотел этого говорить Песня «Славниуки» Эпическая, да Вот, я переделал последнюю строчку в песне «Екатерина» и исполняю ее на авторских вечерах Вот, ну, скажем так Мне просто смешно, да? Вот мне сейчас 40 лет исполнилось, да? Некоторые считают, ну, анализируют меня по этим песням Ну, это просто злые языки, как бы, да, получается Они меня анализируют по этим песням Ребята, мне тогда было, когда я написал в 15 лет Прав? А в 15 лет я слышал, что вы основную часть якобы в армии написали? Не все Не все В армии я написал такие песни, как «Конь Ерофея» Это неизданная песня, но в интернете она ходит В армии я написал «Камнем по голове» В армии Вот из первых альбомов, там много чего было написано в армии Я как раз горшку отсылал эти письма Вот, он их получал, там бац-бац, песенка Вот, и, собственно говоря, после уже военной службы Когда я вернулся в группу, уже там, скажем так, «Там-там» был взят группой Уже появился первый наш директор Дмитрий Журавлев И я как раз туда влился И мы уже ударили полный ход, так сказать, на полную катушку И вот начали выходить у нас первые наши альбомы Скажите, а вот, не знаю, байка или нет, продолжая тему акустического альбома Якобы какое-то время он пылился, непонятно было, то ли сольник князя, то ли это все-таки альбом группы И ситуацию якобы, ну, ситуации дал ход Иосиф Пригожин Это так или нет? Каким-то боком Ну, сложно в отношении короля Ишута слышать эту фамилию Ну, почему сложно? На самом деле, тут же, как бы, в мире-то все иногда там пересекается как-то, да А Иосиф Пригожин, он тогда, в общем-то, работал, если не ошибаюсь Я могу перепутать там чего-то, да Но, если я не ошибаюсь, он работал, по-моему, на первом канале Не помнишь? Ну, кажется, да, какая-то структура ОРТ была Да, ОРТ, вот, по-моему, ОРТ, да По-моему, ОРТ, и он там был то ли директор, то ли кто-то еще И, соответственно, когда речь пошла о клипе «Ели мясо мужики» и акустическом альбоме То это прилетело к нему на стол, потому что там, через кого-то мы как-то выходили на это самое Ну, там, если что говорить, это самое В «Утренней почте» пели с ним «Ели мясо мужики» показали Это же было нонсенс, понимаете Вот, и материал попал к нему Соответственно, первая, там, какая-то у него компания после того, как ОРТ сразу развалилась И первая компания, которая была им образована У него как раз оказался, по-моему, акустический альбом у него и оказался И какое-то время принадлежал, ну, по, это сам, по правам, там, издатели ему Скрипели старые колеса у телеги Кобыла шлепала копытам по грязи Уставший дед курил и думал о ночлеге Копыль ему лавилон, быстрей село вези Но та тревожно в сторону леса поглядела Волков почуял, а смекнул тот чашотень Скачи голубом, коли жить не надоело Пока не выскочил лохматый наш сосед Шаль нет ружья Зверяпый хищник под вечер чертовски опасен А досыла немало верст Хоть бумаги кобыли неясен Неясен Но вдруг кобыла резко в сторону метнулась Порвала воши и помчала с вихрем прочь Тельная канава в тот же миг перевернулась И тех, где рядушка был скушен В эту ночь шаль нет ружья Зверяпый хищник под вечер чертовски опасен Отошла немало верст Хоть бумаги кобыли неясен Неясен Гони! Скажите, одна из отличительных особенностей короля Иши На мой взгляд, это те самые сказочные тексты Когда какие-то истории рассказываются Хочется знать начало И вот как все разрешится в конце По сюжету Настоящие сказки Откуда это? Когда это появилось? Под влиянием чего? Это, не знаю, гогольщина какая-то Его украинский Гоголь скорректировал Вы знаете, я, честно говоря, пытаюсь все время думать Я иногда отвечаю, что Может быть, на меня детство То, что я летом в деревне постоянно отдыхал Находился мы там Как-то вот, не знаю Какие-то Там вот навеяло, что ли Мне кажется Просто сложно заглянуть туда Глубоко внутрь В раннее детство Откуда стержень На самом деле Я что-то в последнее время Начинаю приходить к тому Что это, скорее всего, Пушкин Пушкин? Да Скорее всего, просто Пушкин Своими вот Я же на его сказках вырос На Пушкине А потом как-то вот Они проявились уже в более зрелом возрасте Только Ну, не в более зрелом Но в 15-14 лет Вот Они проявились И Скажем так Виды изменились Наверное, вот уже под влиянием деревни И переросли в мистику Я тогда Тогда же еще не было Железный занавес стоял Да И никакого Понятия фильмов, ужасов Вообще не было В Советском Союзе То есть Такого Ну, мистики там Ну, этого не было вообще То есть Люди, может быть, читали чего-то Да, там Какой там Лавкрат Никто его не знал Вот Я Потом уже был Ви То есть Тогда его еще не было О тех временах Когда я говорю И я вообще тогда подумал Что я, наверное, может Перевооткрыватель этого стиля Вот этого мистического Кстати, еще Никто из режиссеров Ну, естественно Не в Голливуде Там Не где-то еще И, естественно Не в России Поскольку здесь Наш кинематограф В этом направлении Развит не очень Скажем так Никто Не открыл Ту тему Которую Вот я вижу Именно Вот, знаете Запад Он помешан на мертвецах Игры компьютерные Фильмы Там полно В свое время Был просто бум И сейчас Как бы он немножко Опять начинает Про зомби снимать Да А вот у нас В нашем В русском Тут-то какие Если, например Дух Гоголя-то немножко Ставить, да Или наших мертвецов Поднять Тут же все страшнее Потому что Тут психологический страх Тут, понимаете Тут Там у них пачками зомби идут И их уже не страшно Их отслеживается А тут можно сделать страшно На появление одного мертвеца Просто то, что Заглянул тебе в окно Понимаешь И вытарочил Тут же можно Очень здорово снять А есть пересечения Когда тоже начал слушать Короля и Шута Ведь даже У группы Сектор Газа Которая очень Неоднозначное отношение Но у них же тоже Такие сюжеты Время от времени Появлялись Вот Никогда Не слушали Эти их песни Там тоже Я не слушал Сектор Газа Да я его все Весь переслушал В армии У меня замполит был Фанатом Сектора Газа Нет Поначалу Я очень критически К этому творчеству Отнесся Ну и долгое время Я так и относился Это потом уже Ну когда Знаете Вот уже к сорокете Там начинаешь понимать Что ну вот Человек Нес свою Какую-то Лепту Внес свою стезю Да и ты уважаешь Вот именно за то Что он в принципе Делал, творил Что-то хотел Послушал интервью Какие-то Да и понял Что рассуждал Здравый человек То есть нормальный Конкретный Парень был Вот В общем-то Ну поначалу Чисто по творческим моментам Я понимал Что это не до истории То есть они Во-первых таким Ну кто-то скажет Что это простым языком Написано Я скажу Что написано Примитивным языком То есть Не хватает там Не доработано Даже сюжетная линия В некоторых моментах Можно было из этого Сделать круче У меня одна знакомая Есть женщина Ну такая дама Уже лет 50 У нее два близнеца И дочка Примерно одного возраста И вот фанаты Короля Айшута Так эта дама Знаете Для того чтобы Не упускать своих детей Она начала слушать Сама Короля Айшута Проникалась И в итоге Она не знаю Для самооправдания Как-то Или на полном серьезе Она такую Выработала Ну как бы Объясняла Почему она слушает Короля Айшута Что вы знаете ребята Это вот Ведь каждая песня Там всегда есть мораль То есть Мы слушаем песни Но в итоге Там пусть мертвецы Пусть что-то там Но в итоге Это учит нас добру Да Это правильно увидели Хочешь Более целостно Оценить Чего делает коллектив Послушай Возьми альбом Включи Послушай Веб-бест Веб-бест Купи сборник Лучших песен И послушай Что группа себя представляет Тут женщина Абсолютно четко Правильно Абсолютно поступила Потому что Надо понимать Чего слушают дети Через Пропускать Через себя Это очень хороший подход Это педагогический подход Очень правильно И такие действительно Люди есть И Я вот Всегда рад Общению с такими людьми Это очень правильно А скажите Вот Приходилось общаться С Михаилом Горшнем Вот вы Получается Очень разные люди То есть Михаил там За рок-н-ролл Рок Там Протест Там Что-то там Мясо Ну мясо В смысле музыки Да Вы все-таки Больше Мне кажется Лирический герой Почти два десятка лет Были в группе Король и Шут Было ли это Противостояние Как вот Не знаю Как в Битлз Пол и Джон Пол Маккартни И Джон Леннон То есть Один как-то Больше Мелодист Другой К другим Каким-то вещам Протестным Тяготеет Вот Как это было Как вы Уживались В коллективе Значит Начиная с 15-ти летнего возраста До какого-то определенного возраста Перенимали друг у друга Вот эти вот все Дела То есть Горшок принимал Одевал на себя облик Вот этих всех Сказочных персонажей Как раз таки Хотел Тяготел Чтобы этого было больше Только все время Отрекался от того Что это сказки А я как раз Протесты вот эти все То есть В себя впитывал Разница между нами Она была колоссальная Но вы понимаете Когда есть общая цель То внутри коллектива Уживаются Абсолютно разные люди Ну если он конечно там Не этот Ну не говнюк Короче Ну и потом Король и Шут Стал постепенно переходить Ударяться в эксперименты Потому что Во-первых Не хотелось носить на себе Никакие ярлыки Ну типа того Что во-первых Не хотелось Чтобы там С сектором Сравнивали Не хотелось Чтобы с русским роком Сравнивали Да то есть Амбиции шли Как бы Такого плана Чтобы поднять Отечественную рок-музыку До западных образцов Не для того Чтобы играть на западе Для этого нужно Английский текст учить А для того Чтобы скажем так Приобщать нашу аудиторию К музыке То есть не просто Вот лобач Называется А именно Какое-то движение Чтобы было Скажите Вот вы упомянули Слово эксперимент Но тем не менее Очень важный И мне кажется Сложный Для многих музыкантов Момент Были ли Вот за эти 20 лет Такие моменты Когда вы понимали Что Вот хочется Все-таки Двигаться В конъюнктуре То есть Вас воспринимают Определенным образом Эта фишка идет Вот давай еще Ее покачаем Прикол-то в чем был Группа Особняком находилась От вообще Всей системы Вот в Москве Все прошаренные Всегда были То есть Что не фронтмен То он Все понимает Что как То есть Надо вот где Как правильно Работать Как стоять Кеш стоял Особнячком Вот не схватить Вот никак было Ну не повлиять На группу Не зайти с тыла Там ничего Потому что Кеш стоял Особнячком Никуда Ни подо что Никак То есть Это самое Формировали Своё творчество Самостоятельно А Идею Каждого нового Альбома Формировали Самостоятельно Ни подо что Не подстраивались Единственное Я вот тогда Не договорил Про акустический альбом Надо было Отстреляться По одной Фирме С которой Ну которая На первом этапе Нам немножко Помогала И поэтому Решили Слить И акустический альбом Не подозревая Что он окажется Одним из самых Сильных в истории Короля Что-то Так в принципе Вот бунт на корабле Да Но он же сам по себе Получился достаточно Некоммерческий Вот Но тем не менее Все равно Целевая аудитория Его приняла Правда вот Вот с бунта на корабле Вот это вот Стадионный уровень Медленно стал Понижаться Вот как-то он Обрезал Может быть Утяжеление Короля Яшута Который начался С альбома Жаль нет ружья Начал потихонечку Отпугивать Подтянувшуюся Тогда в 2000 году Аудиторию Акустического альбома Ну то есть Вот эти анархические темы Они мне кажется Все-таки Очень сдвинулись Они да Они сдвинули Я почему вот Вы говорите там Что у нас там было В разнице Я всегда был Ну Против такого обилия Вот этой Анархической идеи Потому как В общем-то Аудитория Целевая Да Она имеет право Ну Скажем Видеть эту группу И принимать ее Скажем так Более Широкоформатно Да Не надо на нашу группу Вешать ярлык Вот этого анархизма Да У нас есть шут Который всем всегда рад Ведь это была Основная изначальная идеология Короля Яшута Шут с руками Не зря же такой логотип До сих пор там стоит Ну правда Уже не до сих пор Уже поменяли Да Уже вот эта анархия Распятая да Вот Шут всех приглашал Анархия она Уже типа Вот Те кто врубается Остальные Не катят А скажите А что сейчас Вот какие отношения После вот этого Развода Сохранились Не знаю Там в райдерах Пункты Что там рядом Нельзя гримерки делать Вы все-таки уже пересекались Мы 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 проще Сами по себе В этих вопросах И Скажем так Не мужское это дело Вести себя как Рок звезда Как звезда Спасибо большое На этой оптимистической Ноте Прощаемся с Андреем Князевым Человеком Опять же Напомню Которого мы все знали По группе Король и Шут Но последние два года Он занимается Собственным проектом Под названием Князь Это была программа Не формат Программа Об электрогитарной музыке Это радио И телевидение КП Не переключайтесь Поздно Ты сделала Свой выбор И я Остановлю часы Две на царня И время Снова направлю я В связь Будущего нет Но прошлое Вполне Для меня Останешься Такой Как прежде Мне не вежды Будешь Что исправлять Превозмогая Боль утраты Жду Я возвращения Назад Пытаясь Счетно нашу Понять Прожду Да Возрастает Востократ Свобода Дерзкая Обвинит Заложник Времени Пленит Ее Утратив Всякий Стыд Играя Стрелками Часов Над дверью Будущая Вешает Сосов Бос Надель Ты Сделала Свой Выбор И я Останавливаю Часы Двенадцать Дня И время Снова Направлю Я Взять Будущий Водель Но Прошлое Вполне Для Меня Останешься Такой Как Прежде Мне Не Вежды Будешь Что Исправлять Воз Надель Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует